МОЛИТВА ЗА НАВРУЖЕННЫХ ДЕТОК Мы будем молиться, но перед этим мы выслушаем небольшое слово. Знакомые, которые мы слышали много раз, но еще и еще раз услышим то, что Бог говорит для нас. В Колоссянам, в третьей главе, написано «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». И подобное местописание также написано к Ефесянам, глава 6. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но вы испытываете их в учении и наставлении Господнем». Эти места мы слышали много раз. Многие из нас имеют семьи, детей, кого-то маленькие дети, у кого выросли. Мы понимаем ответственность перед Богом за наших детей. Отцы в ответе за свою семью. Особенно братья, прежде чем, как создать свою семью, должны понимать, что они в ответе за свою семью, за жену и за детей. И Бог спросит всех. Эти места, которые я зачитал, и вы, отцы, не раздражаете детей. Ваши говорится о том, чтобы правильно воспитывать детей. Но я сегодня немножко больше сделаю ударение на то, что отцы, они должны, прежде чем учить своих детей, правильно самим поступать в своем доме. Скажите «Аминь». Вы знаете, многие отцы учат детей, читая Библию, молись, заставляют кричать, а сами это не делают. И дети смотрят. Папа кричит «Иди и читай три главы там под рад». А ребенок замечает «Никогда не видел отца с Библией». «Иди молись в комнату». Ребенок никогда не видел, чтобы отец с матерью, с детьми встал на колени и помолился или перед сном, или днем, или утром. Никогда не было. Все требует со своих детей, а сами отцы ничего не делают. Мы должны это понимать, отцы. Мы в ответе за наши семьи. Жены, они помощницы, они свою работу всегда выполняют, очень правильно, хорошо стараются. Даже в то время, когда отцов нет у дома, они берут на свои плечи обязанность отцов и делают все. Но спрос самый большой перед Богом – это с отцов за семью. Я сегодня напомню несколько печальных историй, которые ставлены на страницах Библии. по неправильному поступку своих отцов потерпела вся семья. Жены, дети – все пострадали, потому что отцы делали что-то неправильно. И очень много неправильно. Это место Писания мы читаем, знаем. Я все подряд читать не буду, но выборочно. Числа, 16 глава, первые три стиха, о том буду выборочно читать. Можете, братья, включать, чтобы сразу следили за прочитанным. Так будет больше запоминаться. Слышите, сразу читать. С первого по третий стих. Уберите тот квадратик, что там в углу, чтобы он не мешал. Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин и Дафан. Иовир, сын Илевиава, и Авнан, сын Фалефа, сын Ирувимовы. Восстали на Моисея и с ними, сынов Израилевых, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Иорона и сказали им, полно вам, все общество, все святые, среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Претензия к Моисею. Почему ты себя возвышаешь, ты твой брат? Мы тоже перед Богом, не меньше, чем ты, нас Бог тоже употребляет. Там был разговор Моисея с ними, разговор с Богом. Но я пропускаю и хочу просто зачитать с 11 уже стиха по 13. И так ты все, твое общество собрались против Господа. Что Арон, что вы репчете на него, это говорит Моисей. И послал Моисей позвать Дафана и Авирона, сынов Илевиава, но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами, не соглашаются. Может, Моисей хотел еще и еще немножко поговорить с ними, там дальше опять идет разговор. Я бы хотел, чтобы вы это место дома еще раз почитали внимательно, сели со своими детьми, почитали эту печальную историю. И дальше я уже буду читать с 26 стиха и 27 стих. Говорит Моисей, и сказал обществу, отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах их. Слушайте, во всех грехах их. И отошли они у всех сторон, а жилища Кореи, Адафана и Аверона. Адафан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих, слушайте, с женами своими, с сыновьями своими и с малыми детьми своими. Все находились и наблюдали, что будет. Потому что Моисей перед этим сказал, Бог покажет разницу. Вы увидите разницу. И дальше опять идет разговор Моисея, что эти люди, если они умрут обыкновенной смертью, то это как бы не наказание от Господа. Но что-то должно произойти совсем по-другому, потому что это люди восстали против Господа. И дальше 32, 33 и 35 стихи включите. Происходит страшная картина. И разверзла земля уста свои, поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество. И сошли они со всеми, что принадлежало им живым и преисподню. И покрыла их земля, и погибли они из среды общества. И вышел он у них Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Никогда эти люди не думали, что будет такой великий гнев Господа на их. Если бы это касалось только этих троих мужей, но коснулось их семей. Вы можете представить картину? Они стоят и до конца не понимают, что скоро все закончится. Они все погибнут. Живым придут преисподню. По вине кого? По вине отцов. Печально, правда? Очень печально, потому что отцы не стояли на своем месте. Они искренне работали на том месте, где поставил их Господь. Им казалось, что чье-то место лучше, чье-то поле лучше, чье-то служение лучше. И прогневали Господа. Если Бог поставил людей на служение, берегитесь Бога претендовать на то место. Если нужно вас Бог поставить, но берегитесь Бога, погибнете. То, что пострадаете вы одно, но пострадает ваша семья. Ваши жены невинные. И ваши дети невинные. Все пострадает. Печальная история. Когда я об этом рассуждаю, мне просто жалко. И печально, что отцы, которые знали Бога, смотрите, сколько они видели чудес Божьих, правда? Огромное количество чудес Божьих, но не оценили. И погибли. И уничтожили свою семью. Еще одна печальная история. Их в Библии очень много, но я коснусь сегодня несколько. Это написано в книге Иисуса Навина. Это будет 6 глава, 17 стих. Иисус Навин сказал то, что должен был делать Израиль, к чему они не должны будут прикасаться. И в 17 стихе написано, но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевих не навести заклятие и не сделать ему беды. Помните эту историю. Кто читает Библию, он знает все это местописание. Что произошло. Но там получилась одна из неприятных картин. Один человек нарушил это повеление. Это было повеление от Господа. Если бы это только сказал Иисус Навин сам, от себя. Может, ничего не произошло, но сказал Господь, чтобы народ израильский боялся этого заклятого. И включите, братья, глава 7, с 1 стиха. Хотя мы знаем, читаем не один раз, но просто напоминают для нас. Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого. А хан сын Хамрия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина, взял из заклятого. Гнев Господень возгорелся на сынов Израиля. И чтобы дальше было больше понятно, уже с 21 стиха почитаем. Когда он уже предстоял, когда Бог указал конкретно на племя, на семью, которая сделала это. И он отвечает, этот человек, а хан. Между добычей увидел я одну прекрасную сынарскую одежду и 200 стиклей серебра. И слиток золота, весом 50 стиклей. Это мне полюбилось, и я взял это. И вот оно спратано в земле среди шатра моего. И серебро под ним спратано. Сразу пошли люди, раскопали и нашли, как сказал этот человек. Он думал, так легко, так просто расскажу, ничего со мной не произойдет. Но картина была очень печальная. 24-25 стихи, братья, включите. Иисус и все израильтяне с ним взяли хана, сына Зарина, и серебро, одежду, и слиток, золото, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что в него было, вывели их совсем на долину Охор. И сказал Иисус, за то, что ты навел нас в беду, Господь на тебя наводит беду день сей. И побили его все израильтяне камнями, сожгли их огнем, и наметали на них камни. Как печально. Как печально, что отец думал, может правильно, как мы порой думаем, разбогатеть, чтобы было достаток для семьи, дочерей нужно будет отдавать замуж, сыновей женить, чтобы все было в достатке, но не думал. Но он нарушил повеление Господа, не брать заклятого. Погиб сам, жена, и погибли все дети. Когда я читаю, может, если не рассуждать, вот почитал да все, но когда мне кая страшно, правда? Чтобы отец вот так глупо, можно сказать, необдуманно, нерассудительно погубил себя и всю свою семью. И сегодня, братья и сестры, это происходит. Это сегодня происходит. Потому что многие отцы нарушают заповеди повеления Господа. И семья теряет благословение, просто теряет. Когда я немножко иногда так смотрю, то, что происходит с верующими людьми, отцами, матерами, ипостырами, ипископами с ихними детьми, и что они вычворяют в данное время, мне просто страшно. Какими страшными поступками занимаются. И страдает вся семья, и страдают церкви. Бог не может вполне благословлять, потому что эти люди приходят полные греха. Они не каются. И Бог не может вполне благословлять. Бог изливает свою благословение за ту благороду Господа. Но можно благословение получить вполне, правда, слава Господу. Можно ее получить вполне от Господа. Но есть препятствия. Перепроверьте, братья, отцы, вашу жизнь. В каком вы состоянии пред Богом? Как вы поступаете в вашей семье? Довольны ли Бог вами? На своем ли вы месте сегодня? Вы взяли ответственность перед Богом? И вы в ответе перед Богом за свою семью. И не оправдаетесь. Никакие искусы не оправдают, что жена не на своем месте. Или дети непослушны. Виноваты во всем, я скажу, вы. От начала. С первого дня, когда был ваш выбор, нужно было стоять пред Богом и выбирать не своими глазами или мышлениями, но вопрошать Господа. Скажите аминь. И если мы вопрошаем Господа, Бог не ошибается, кого нам дать. И кроме этого, самим нужно стоять на страже перед Богом. Не просто так. Если мне уже Бог дал, я буду жить, как хочу, и все будет нормально. Не ошибайтесь. Нужно стоять на страже каждый день, чтобы дьявол не насмеялся, и чтобы дьявол не уничтожил. Потому что он ходит по пятам, чтобы свести с Божьей дороги. Отцы, стойте на страже. Может, как никогда стойте на страже? Стойте в проломе за свою семью, чтобы никто в семье не погиб, и не погибли вы. Я всегда выражаю это, и буду выражать. Невозможно, чтобы отец не заботился о своей семье, и пришел в царство, во спасение, а семья погибла. Невозможно. Бог справедлив. Он скажет, где ты был, что твоя жена не на своем месте? Почему дети не на своем месте? Что делал ты? Если ты все сделал правильно, прилагал усилия, говорил, постился, молился, ты будешь прав пред Богом. Но если ты этого не делал, не оправдаешься пред Богом, и Бог не погибет твою семью, скажет, а ты войди, прекрасный брат, войди. У жилища прекрасная останется там, где останется твоя семья. Останется там, где останется твоя семья. Сделай все, чтобы семья не погибла. Пока твое еще бьется сердце, поправ свой светильник. Личный светильник пред Богом и семейный светильник. Годами ходим в собрания. Вместо того, чтобы духовно возрастать, правда, печально смотреть на многие семьи. Печально смотреть. Падают люди. Сегодня земное на первом месте. Гонятся за этим земным. Я в среду немножко говорил, до этого говорил, что буду говорить, когда буду жив. Я за то, что вы имели прекрасные дома. Пусть Бог благословит. Прекрасные машины, пусть Бог благословит. Но если вы берете, где-то далеко дома, и это мешает вам быть в собрании, не покайтесь. Многие из вас жили здесь, сходили, у хора пели. Детей привозили в церковь. Купили дома. Хорошо вам там живется, но вы погибаете. Вы перестали трудиться пред Богом. Оставили хор. Ваши дети больше нету в собрании. Вы не можете их привезти, потому что живете далеко. Подумайте немножко и оцените. Есть прекрасные дома рядом. Вы скажите, такса большая. Лучше потерять деньги, чем потерять семью. Скажите аминь, братья и сестры. Молчите. Лучше больше платить, чтобы не потерять свою семью. Лучше за таксу дать 10 тысяч, но быть в собрании. Я не критикую. Я не хочу однажды пристать пред Богом. И Бог скажет, а почему ты малодушествовал? А почему ты не говорил? Не очень давно было такое пророческое слово для меня. Говорит, Бог, я спрошу тебя. И даже Бог спросит, почему порой я многое вещи не говорю. Иногда собираюсь, думаю, скажу, потом перееду, думаю, а я лучше буду молчать. И так врагов хватает. Как у церкви могут быть враги? Хватает тех людей, которые не любят. Поносят, смеются. Разные слова говорят, пусть Бог простит. И как всегда, молюсь этих людей. Боже, дай им покаяние. Но пока на служении нужно говорить. А людям нужно слушать и исполнять. Скажите, аминь, братья и сестры. Бог просто так не говорит. Бог просто не издает пустой звук. Но Бог говорит для цели. Бог говорит для цели. Когда эти молодые юноши попали в плен, туда на Квадоносору, смотрите, насколько они были правильно воспитаны в своей семье. Они сказали, даже мы с царского стола питаться не будем. Мы хотим, чтобы не оскверниться. И смотрите, насколько Бог был раден с этими юношами. Сидрах, Мисах и Авдинагу не побоялись этой раскаленной печи. Они сказали, нет, 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 мы не будем поклоняться золотому истукану. Если даже смерть, если даже наш Бог, который мы служим, не спасет, но все равно мы не поклонимся. И Бог доказал свое величие. И царь говорит, бросали троих, но я вижу четырех, кто там. Там Господь, слава Господу. Потому что эти юноши видели поступки в своей семье. Если бы не видели, что папа говорит одно, делает другое, было бы все по-другому. Но видели, что слова отца не соответствуют этому. Дорогие отцы, очень часто слышу, я приеду сегодня, ребенок, домой раньше с работы, жди меня. И дети ждут. Я знаю много таких свидетельств, когда мне в церкви люди рассказывают. Ребенок смотрит на часы, говорит, мама, шесть часов, а папы нет. Мама старается как-то оправдать, защитить папу, говорит, он немножко на работе задерживается. Ребенок смотрит на часы, говорит, мама, уже семь часов, папы нет. Папа говорит, что приедет со мной, проведет время. Девять часов, мама ложит ребенка спать, будет вставать в школу, а так папы нет, все, папа на работе. И вот так, ребенок возрастает. И что потом может сказать отец? Что потом может сказать отец, когда из его уст исходит неправда? И постоянно, не один раз. Бывает, на моменте, что, ну, не получается, ребенок тоже понимает. Но когда постоянно ребенок перестает верить верить отцу и потом понимает, что мама заглаживает обман и перестает верить даже для мамы. Подумайте сегодня, если вы дали слово для своего ребенка, он ждет от вас, что вы исполните это слово. Пусть даже тяжело вам, но если что-то пообещали, исполните. Если Бог что-то обещает для нас, исполняет Бог? Исполняет. И если мы что-то сказали для наших детей, мы должны обязательно это исполнить. Дети, это губка. Я скажу, может, многим не понравится то, что я сегодня выражаю, но поправьте свои светильники по отношению к вашим детям. Не погибайте сами, не губите вашей семьи. То, что можно еще сегодня сделать, делайте, пока ваши малые дети. Мне часто звонят с других штатов, с других городов. Просто звонят, брат, пастор, помолись. Иногда я просто вечером склоняюсь. Говорит, сейчас помолись, проблема, беда. Не очень давно мне позвонил один человек. Говорит, семья рассыпается. Жена, говорит, иду ложиться спать на компьютеру. Ночью просыпаюсь на компьютеру. Утром стою и на работу и на компьютеру. Говорит, семья валится. Семья разваливается. Думаю, о, Боже, как страшно. Я молюсь постоянно. Мне жалко таких людей. Мне жалко таких людей. Уже с умом что-то не в парадку. Говорит, даже детям дома уже мама кушать не готовит. Все, компьютер. Муж говорит, наверное, она тебе там какого-то любовника нашла уже. Я говорю, не знаю. Что можно делать 24 часа? Что можно делать 24 часа дома? День и ночь на компьютеру. Я знаю, в нашем собрании есть люди, которые проводят очень много времени на компьютере с друзьями. Это неплохо. Но насколько вы уделяете внимание вашим детям? Почему же сегодня ваши дети уже 14-15 лет уже завозят бойфрендов, гроуфрендов, уже встречаются, уже приезжают? Я не против дружбы. Но когда подъезжают под дом в 16 лет и уже сигналят и мама свою дочку в 14-15 лет свободно отпускается этим парнем. Мне страшно. Может, вам не страшно? Вы говорите, ну, ладно, лишь бы замуж вышла. Мне страшно. В 16-17 лет, когда уже не садятся двоих у машины куда-то едут. А потом пристают пред Бога, все потеряно. Честно, все потеряно. Подумайте, родители, вы в ответе. Не подумайте, что вы отпускаете, вы этом выиграете, вы проигрываете. Приехал жених, пусть придет при вас в доме и посидит. Нагрите чай, сделайте бутерброд, посидите, пусть посидят. Я не прав, братья и сестры. Мне страшно. Может, вам не страшно? Мне страшно. Когда я смотрю, когда все падает, когда гниль входит в дома, мне просто страшно. Мы хотим благословения. Мне приходится сочетовать браки. Есть моменты, когда я реально ощущаю Господа, когда я молюсь. Но есть моменты, когда я ничего не чувствую. И когда я порой анализирую жизнь молодых людей, и когда я вижу, что их жизнь неправильна, предбогопотом, наблюдая жизнь, не слаживается. и финансовые проблемы, проблемы друг с другом. Дети подрастают в таком молодом возрасте, они хотят служить Богу. Но, тем не менее, те отцы, они все видят в церкви. Видят каждого. Те мамы видят каждого. Обговаривают каждого. Но не видят себя. Но не видят себя. Я бы хотел, братья и сестры, чтобы мы смотрели на себя и на нашу семью. Что Бог дал этим отцам, матерам, которые рождаются, детки, стоять на страже перед Богом. И воспитать так своих детей, чтобы они, их жены, их дети, были спасены пред Богом. Я понимаю, много есть потерянного. Но я всегда говорю, добавляю слово, есть Господь, слава Господу. Если даже порой непослушные дети. Бог знает, как нагнуть эту голову, эту шею, которая не гнется, когда полная гордости. Отец и мама не командую, я знаю, что делаю. Если отцы с матерью делали все своей стороны и непослушные дети, Бог будет иметь лично с ними дело. Лично дело и серьезное дело. И очень печально, когда такие молодые юноши погибают в авариях, в разных ситуациях и умирают без Бога. Очень страшно, очень печально. Я иногда вспоминаю своих друзей, которые мне когда-то дружил. И те, которые искренне служили Богу с юности, они как-то по сегодняшний день искренне трудятся пред Богом. Но те, которые были такие полупустыми, многие семьи развалены, побросали жен, походили к другим. Уже вроде бы такой возраст, 50 лет с лишним, нужно думать, больше семьи, внуках, они вообще живут сами отдельно, как бомжи ушли от Бога и потеряли благословение. Перед нами скоро будет молитва, мы будем молиться о наврожденных детках, о этих семьях, и будем молиться о нас, чтобы дал нам Господь то, что потеряно, поправить. Чтобы отцы как никогда стали сегодня на стражу, нужно работать, нужно зарабатывать деньги, но нужно отдавать время для семьи. Скажите, братья, аминь. Это не оправдание, мне нужно зарабатывать деньги, это надо, все мы работаем, все мы работаем, но нужно полностью отдать время для семьи. Помолиться с детьми, побеседовать с детьми, наставить детей, чтобы дети понимали, пусть подружки и в 13 лет американцы имеют бойфрендов, гроуфрендов, но чтобы христиане знали, на все есть свое время, правда, на все есть свое время, когда можно дружить, как дружить, чтобы имели целомудро, имели страх Божий, я скажу, те, которые боятся Господа, их никогда не заставишь в таком возрасте один на один куда-то поехать, они просто, может, до конца не понимают, они просто боятся отца и мать, это хорошо, когда дети боятся, значит, уважают, скажите Аминь, значит, уважают, если не боятся, значит, не уважают и не ценят, но если даже из-за страха, может, даже из-за любви к папе и маме, они слушаются, они слушаются. Моему Давиду я когда-то напоминал 24 года, когда ему понравилось Джессика, и когда он даже собирался ехать в Ютику, иногда он спрашивал, папа, можно ли я поеду? Вы скажите, смешно, это не смешно, это правильный подход, отец должен знать, где его сын, скажите Аминь, и мне всегда нравилось, и мне приятно, что я знаю, где находятся мои дети, мне приятно, я не хочу, чтобы было такое в жизни, храни Бог, чтобы я не знал, где находятся мои дети, 12 ночи их нету, час ночи их нету, и родители даже не знают, папа, мама, мы там на день рождения, мы там и там, возьмите машину и проедьте, не поленитесь, и когда дети увидят, что вы действительно серьезные в своем деле, дети вас никогда не будут обманывать, никогда не будут обманывать, уже в большом возрасте розга не поможет, если уже дети выше роста вас, уже розга не поможет, если они не послушают вас, если вы не сядете один на один, ничего больше не изменит, можно ребенка маленького поставить в угол или как-то наказать, но если он вырос, если вы что-то потирали, вы этим не испугаете, он даже поставит вам в спину и скажет, пожалуйста, постой бей, папа, ударай, тебе нравится, пожалуйста, еще раз можешь ударить, когда маленькие дети, нужно сделать все, чтобы наши дети повиновались нам и привились любовью к Господу, чтобы они полюбили Бога с раннего, с раннего маленького возраста и понимали, что есть Бог на небесах, спаситель мира, который за всем наблюдает. Если мы жили в Союзе, и там неверующие люди помогали спасаться верующим, то здесь все по-другому. Там говорили, тебе штунда нельзя, помните, в школах, что ты штунда делаешь, штунда, почему ты пошел в своей компании, тебе штунда курить нельзя, тебе штунда пить нельзя, и там помогали, а тут все можно. Там верующие боялись где-то воровать, бы сказать штунда, что ты воруешь, тебе же нельзя, она можно, но тебе нельзя. Там помогал мир спасаться. А мы живем в этой свободной стране, вроде бы, где можно все, но за всем наблюдает Господь. Мы сейчас помолимся пред нашим Богом, скажем, Господи, поправ нас, истели нас, духовно и телесно, помоги, чтобы мы стали на стражу, как никогда, в это последнее время. И отцы, если что-то потирали, чтобы покаялись пред Богом, сказали, Господи, прости меня, как отца главу семьи, как пастора домашней церкви, что я много не доделал, много не сделал, прости меня, и восстанови, мой светильник, и семейный жертвенник восстанови, и силен Господь, но нужно признать. Если вы что-то потирали, не доделали, вы должны это признать, и покаяться пред Богом. Бог этого ожидает. Если покаетесь, силен Бог все изменить, силен Бог все поправить, и силен Бог всем помочь. Помолимся. Аминь. Господи, спасение наше, благословение наше, сила наша и помощь наша, Господи, мы про Тобой. Ты любишь каждую семью, Ты любишь каждый дом. Бала Тебя. Субтитры сделал DimaTorzok